Приветствую вас, и поскольку вы говорите о том, что низкая самооценка у вас началась несколько лет назад из-за расставания с девушкой, то полагаю, что именно она, ваша девочка, стала причиной низкой самооценки. То есть, когда вы с ней расстались, вы восприняли факт расставания как удар по своей гордости, по самооценке, по самолюбию и так далее. И вы очень сильно переживали, и переживаете по поводу этого самого расставания. Собственно говоря, что-то с вами происходит, можно назвать регрессной фрустрацией, то есть, когда человек потерял то, что ему было дорого, не может этого достичь, и, по сути дела, теряет веру в себя. Значит, что можно в этой ситуации сделать, если действительно я правильно вас понял? Во-первых, работа делится на два направления. Ну, условно. Условно два направления. Первый, это внутренний, личный, или, правильно сказать, лично сны. И заключается он в том, чтобы подробнее разобрать факт вашего расставания с девушкой. Почему так произошло? Насколько вы в этом виноваты? И могли ли вы что-то сделать? Естественно, вы, наверное, считаете, что именно вы виноваты в том, что произошел разрыв. При этом забывая, что отношения навсегда двое людей, и что девушка тоже приняла на себя часть ответственности за то, что с вами произошло. Соответственно, то, что нужно сделать вам, это перенести свое внимание со своей вины на ее, со своей ответственности на ее ответственность, и понять, в первую очередь, что если бы она вас любила, она бы никогда вас не бросила. И судя по тому, что вы переживаете, именно она была инициатором расставания. Естественно, обвинить себя в нем она не могла никак. И потому виноватым оказались вы. Тем не менее, это не так. Точнее, это не совсем так. Безусловно, какие-то ошибки мы совершали. Эти ошибки могли привести к тому, что произошло. Но, все ошибаются. И плохо не то, что вы ошиблись. Это даже нельзя охарактеризовать, как что-то плохое. Ошибки, это нормально. Что нужно, так это извлекать опыт из ошибок. Больше их не повторять. Будут новые ошибки. Будут новые неудачи. Но только так можно, по сути дела, получать опыт. Только, к сожалению, так. И, пожалуй, самое главное, о чем нужно сказать, говоря про внутреннее направление, это то, что для вас это не последнее отношение. Просто пока вы их еще не отпустили. Вы не пережили их. А значит, не будете жить дальше. Значит, не были до конца пережиты и выражены переживания относительно расставания. Не были выражены эмоции по этому поводу. И вам что-то не до конца ясно относительно ваших отношений с девушкой. И вот именно это и нужно исправить. Именно это и нужно решить. Дальше. Дальше речь пойдет про внешнюю направление свободы. И оно касается вот чего. У вас низкая самооценка. И вы пишите, что она касается всех сфер жизни. Но если правильно я вас понял, то основная проблема и сфера, которой касается низкая самооценка, является все-таки личным. Значит, вам нужно понять, где, в каком месте, нанесить ущерб вашей мужской гордости и восстановить эту брешь. Добиться новых результатов. Если с этой девушкой у вас окончательные отношения разорваны и нет никакой возможности их вернуть, то желательно и нужно начинать новые отношения, общаться с новыми девочками. Не обязательно для того, чтобы с ними встречаться. Нет. Достаточно будет просто с ними общаться. приводить время в их компании, привыкаться к их наличию рядом с вами, а дальше все пойдет постепенно, приводя вас к тому, чего вы сами хотите. Правильно вам желательно наметить для себя четкие цели, задачи, которые исходят из ваших желаний. Разбить данные цели на задачи и после этого эти задачи последовательно выполнять. Причем задачи нужно формировать так, чтобы они были реально выполненными для вас. И добившись первых успехов, вы начнете верить в себя. Вы начнете повышать свою самооценку, видя конкретный результат от своих действий. На этом, в принципе, можно закончить. Если у вас остались вопросы, вы можете обратиться ко мне в личку, я вам помогу. Если вам мой ответ понравился, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего доброго и удачи. Продолжение следует...